Всем привет! Jambox! Меня зовут Пётр Сальников. Как вы знаете, 14 апреля вышла замечательная игра Mortal Kombat X. И для того, чтобы, так сказать, охватить полностью происходящее в этой игре, мы пригласили в студию двух экспертов — Сергея Хандошко. И Эдуарда Вартаняна. Самое, что ни на есть, настоящие бойцы ММА, смешанное единоборство, которые сегодня зарубятся, например, между собой в Mortal Kombat, прокомментируют действия бойцов в игре и как-то, может быть, расскажут о том, насколько реально происходящее по ту сторону экрана, и живут ли вообще после таких приемов настоящие люди, будь они хоть ниндзя, хоть кто, хоть бойцы ММА. Еще пару угодных слов. Парни представляют спортивный клуб единоборств номер один. У Сергея буквально 17 апреля будет бой в рамках турнира ACB. Его можно будет посмотреть в 7 вечера на канале «Боец» 17-го числа, либо прийти в Лужники, чтобы поболеть за нашего гостя, поорать там и так далее. Это вам не могло. Вообще вот я, честно скажу, полный ноль в единоборствах. Я буквально сегодня по пути на работу начал читать что-то про этот вид спорта в Википедии, и узнал много нового, вплоть до того, что, оказывается, греки еще практиковали какие-то смешанные это самое. И что только недавно ММА была признана спортом в России, буквально в 2012 году официально. Ну, бои проводились-то и раньше, с 90-х годов. Сейчас просто именно создали федерацию смешанного единоборства. Ла-та-на, пошла! О-о-о! Нога! Малаха, держи! Опа, хорош! Тихо-тихо-тихо-тихо, погоди, на телеще отцовского. А вы когда на ринге встречаетесь с противником, вы приговариваете вот оно здесь вот, вот тебе отцовский, вот тебе колено, вот тебе в ухо? Нет, это было очень круто! Я это вообще приговариваю. Может быть есть смысл попробовать? Нет, за этой судьи наказывают. Оп, оп, на те. Случайно, случайно. Бывает, бывает. Ну сделай-то, человек, ледяной, ты же сабзера. хорош борцуха ты любишь захват держи в котлету в боях так нельзя сделать наверное я еще не все вижу одновременно нажимай не нажимай ничего не будет между собой встречались как-то бою да было дело и как и чем все это кончилось не как можно кому-то хребты не ломали да вроде нет пытались не получил захват держи шустрый на колоночкой я полон короче сам мигает там уже не попал вот вы вот вы друг друга поломали плотно сейчас поломал ломал расстрелял после этого вы как-то но я не обижайтесь друг на друга не спор то есть люди которые обижаются то это такие единицы а так все спортсмены потом общаются поднячком ну принципе то есть идут пить воду играть как я тебя вот этого когда неплохо было да в принципе адекватные люди так реагируют то есть оценивают технику друг друга берут уроки изымают это что ну поражение то если для тебя поражение поражение плохо если для тебя поражение топа это супер а кстати насчет девах женские мама насколько это вообще жестко но то есть мы все знаем я думаю что женские драки это такая очень опасная стихийная жестокая штука а в спорте как это вообще происходит жестко уже девушки дерутся намного жестче парней как бы у них там отключается голова и понеслась очень жесткие бои потому что я не могу на это смотреть на самом деле особенно когда такие милашки выходят и смотришь на это просто не я не страшно потом прибыли ну то есть есть наверняка знакомые девушки которые дерутся то есть как как с ними общение все происходит да хорошо происходит как бы ну то есть после драки так да нет ну вот у меня подгонут хорошо общается насти янкова знаете да я не покажу потом вы боец она и очень такая надежность посмотришь на нее подумаешь модель какая-то вот я даже скажу больше вот нормально в жизни такой же человек но это спорт для них это же профессиональные спортсмены они также в жизни нормально адекватные люди ну по большей части конечно есть там индивидуумы а так нормально нормально потому что в жизни они вообще не похожи на бойцов по большей части они приятные милые создания которые даже не скажут что они тебя могут сами от хулиганов защитить вот кстати дрынули так вот рынок хорошо хорошо это всегда боя ковбоя все готово да что что отошел не отхать вот она вот вот она красавица прям все игра вы поиграл нынче учиться у это похоже хотя бы отдаленно на правду но что что из этого откуда на техника не похоже это больше на рестнинг похоже вот это да и но отдельный удар есть ногах кому-то в ногах это мог может встретиться а так ну так конечно далеко от реальности я рад что ему они такая реальность явно я тут уже не сидел держи подловил дата красотка я думаю я зашел умничка умничка вот так вот там человек за что за что за что ты так со мной смешаем ты че я тебя брошу с прогибом на лещах отцовская вот эту штуку я вообще нормально сделал да я скорпиона возьму родной это че я тебе даже забыл тебя но это у меня еще с третьей мортал ком это остались любимые саб-зиро скорпион и сектор там срочно такой серенький да тут нету до копу нас нет нет монаха можно брось не надо это его не понять встала и у тебя в рот огур чем ты нашел своего персонажа ну-ка уголька хап не qualcай пошла мазута грызся в голову что можно в боях все детали проработаны один удар смотри смотри что я с тобой сейчас делаю ну то есть я не в бою когда уже адское пламя очень хочется углем кинуть дрыном по голове тоже неплохо зайдет на самом деле когда проходит тренировочный процесс ты устаешь в зале когда тебе уже все ну да и да и вплоть до того что тебя же тошнит от самого вида зала хочется как-то расслабиться и поэтому эти игры классно помогают это дело тут и шляпник то вообще будет ручком такой пасхи и пасхи и пасхи и пасхи и пасхи и пасхи все эти штучки изображаются об чувствуешь малой наполеем по страху всем привет Иди отсюда. В итоге какой у нас счет? 5-1. Ну просто видно кто тренируется, а кто как говорится тренируется в Mortal Kombat. Нет, просто видно кто хорош во всем. В 7 часов вечера 17 апреля Сергей Хандошко, телеканал-боец, например страшный противник, надеемся на победу. Сильный, а не страшный. Насколько я далек от соревновательного спорта, да и от просмотра спорта в принципе, посмотрю. Поэтому и работаешь. Спасибо. Спасибо. Парни, спасибо, что пришли. Удачи. Надеюсь еще увидимся.